Хочу вам напомнить то, что на моем влоговом канале сейчас идет розыгрыш акустической гитары от компании Millennium Music. Ссылочку на розыгрыш вы найдете в описании. Всем привет, с вами Лео и вы на канале Hellscream Academy. А сегодня мы с вами будем смотреть, слушать и, можно сказать, реагировать на новую композицию от Little Big, которая называется Hypno Dancer. Ну, танцор-гипнотизер, если вы английского языка не знаете. И немного сравним ее с композицией, которую они готовили для Евровидения, которая так и не состоялась. Но, как вы понимаете, там уже весь мир понял, в принципе, что они и были победителями Евровидения, потому что там хайп вокруг вот этого клипа был просто лютейший. И тут вот надо реально научиться понимать то, что клип, который был сделан для Евровидения, да и сам трек, он сделан специально для хайпа, чтобы было максимальное количество каких-то веселых угарных вещей, которые запоминаются. И все пухляша, естественно, помнят, потому что это самый заметный персонаж в этом клипе. И именно это помогает ему завируситься. Сюда добавляем еще запоминающиеся какие-то движения во время танца, которые они там вот так вот что-то делают. Да, и, соответственно, саму мелодию, которую они поют в припеве. Но я вам скажу так, что вот эта вот сама концепция того, что они сделали для Евровидения, вообще ни в какое сравнение не идет с Кибиди, например, и с композицией, которую мы сегодня будем с вами смотреть и слушать. И, кстати, поговорим немножко про вокал, потому что там довольно прикольные мелодии. Мы с ребятами просто специально сели, посмотрели оба клипа подряд, и реально все вместе согласились с то, что новая вот эта вот композиция про гипноденсера, она не то чтобы веселее, она, да, это веселое, это сделано с угаром, то есть там реально очень позитивное. Но заложена история, которую ты будешь вспоминать, то есть картинка какая-то определенная, которую ты будешь вспоминать, слушая этот трек вновь и вновь. То есть, грубо говоря, сразу будет рисоваться. С композицией, которая была сделана для Евровидения, так не получится, потому что там вот только пухляша можно вспоминать, когда вы слушаете эту песню, и, может быть, какие-то движения, например, когда они ногами вот так вот делают. Но, опять же, у вас не будет заложена в голове какая-то история, то есть там это сделано чисто для хайпа и угара. То есть, в данном случае, именно, знаете, как вот сложно сравнивать, но то, что я уже сказал, хайп и угар, на самом деле здесь можно эти два понятия вообще в принципе разделить, потому что хайп — это привлечение внимания, а угар — это просто весело. Собственно, как это и задумывалось изначально в проекте Little Big, потому что вы вспомните самые первые клипы, они просто кислотные. То есть кислотные, я имею в виду то, что они какие-то образы вообще сумасшедшие приводят на экран вам, и вы просто не понимаете, что вообще толком происходит. И, естественно, из-за этого начинаете пересылать друзьям, типа, зацени, какая дичь. Таким образом это и вирусится. Давайте просто вспомним, как это было в композиции Uno. Просто зацените, каким образом даже на видео они расположены. То есть если вы посмотрите на экран немножко издалека, вы увидите, что вся группа и основной состав, они как бы собраны в такую кучку немножко правее. И главный персонаж прям вот откровенно выделен с левой стороны экрана. Ну и плюс ко всему вот это вот самое запоминающееся движение ногами, к которому сразу же можно добавить запоминающийся припев, который вроде как должен забиваться в голову. Но вот у меня, например, он не запоминается. Ну и, наверное, с точки зрения самого запоминающегося момента, это, наверное, будет вот этот вот кусочек. Кстати, обязательно в комментариях мне напишите, какой кусочек из Uno вам запомнился больше всего. Ну а теперь давайте перейдем к просмотру и к такому микроразбору новой композиции. И сразу же отмечу то, что в очередной раз, вот сколько раз я видел клипы Little Big, у них очень крутая картинка. И один из маленьких секретов, на который вы можете обратить внимание, и то, из-за чего вам картинка кажется немножко странной, это вот этот вот самый эффект, который создает ощущение такой глубины картинки. Эта штука называется хроматической аберрацией и рулится плагином, который просто растягивает цвета, например, там красный или зеленый из картинки, и вот таким вот образом ее немножко увеличивает. Вот просто сейчас смотри так. Да, то есть просто получается, что как будто у вас картинка на несколько частей разъезжается. И в этих частях выделяются только определенные цвета. Ну и первым же фрагментом они нас радуют общим планом, который, ну, прям реально очень теплая и крутая картинка. Ну и в первом же фрагменте, где начинается вокал, мы сразу же услышим очень аккуратненький собранный головной звук с назальным резонированием, который придает ему такое, знаете, ну, я бы не назвал это писклявым, но такое немножко детское звучание. Вы, в принципе, я думаю, к нему привыкли, и это абсолютно нормально. Я просто говорю, как это в голове немножко образами можно себе сформировать, потому что, ну, не сразу все понимают, каким образом такие звуки формируются. Ну и еще стоит отметить то, что мелодия, которую она здесь поет, во-первых, она что-то напоминает, и сразу же начинает заседать в голову. Последние, наверное, полгода, когда я натыкаюсь на Little Big, у меня в голове формируется такое, знаете, понимание мнения, ощущение звука, который воспроизводит Ильич, и то, каким образом он его формирует. Ну, знаете, как не то, чтобы как вот я пытаюсь разобраться, как он это делает, да, а на что это похоже? Потому что первое, что мне здесь приходит в голову, это Волокас, наш дедушка-стример. Ну, если вы не знаете, то вам стоит посмотреть. Это просто очень угарный чел, который просто играет в игрушки и очень круто прикалывается. На самом деле, очень веселый дед. Фишка в том, что вот этот самый звук, который мы с вами разбирали, как раз когда анализировали голос Волокаса, да, вот этот а-а-а, такой вот, вот этот вот, да, он как раз и является основой для звука, который вы слышите у Ильича. То есть, вот прям такой маленький-маленький фоновый шершавый звук, который вы можете услышать в любой записи, вот, допустим, тот же самый Уно, все вот эти вот фрагменты с его голосом. Этот самый звук и эту самую позицию там очень хорошо слышно. За счет этого оно получает такую, как будто бы сиплую шершавость и довольно большую плотность. То есть, если мы сформируем, то есть, у него идет вот этот звук Hypnodancer, да, он И получается что-то типа То есть, звук такой прям очень сильно скомпрессированный. Не скажу, что это очень удобно делать или то, что это нормально отражается на голосе, но Ильич в основном не поет, а такой, знаете, говорящую партию использовать, поэтому ему это особо повредить, я думаю, не может. Но мне, например, я начинаю сразу же уставать из-за того, что горло очень сильно сохнуть начинает из-за этого звука. И вот, зацените фрагмент с припевом, который вы, естественно, будете вспоминать, как я вот уже говорил, вы слышите музыку, и вы сразу начинаете вспоминать историю, которую вы видели в этот момент на экране. Кстати, тут у ребят из IT вышел новый видос. Обязательно подписывайтесь на их канал, все ссылочки вы найдете в описании, и вот вам небольшой фрагментик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще у Little Big стоит обратить внимание на работу с камерой, вот именно работу артиста, актера в кадре с объективом. Здесь есть одна интересная фишка, они все время смотрят в объектив, прям. То есть, не важно, что они делают, у них постоянно вот эта вот неморгающая система такая идет. Я не знаю там, как они это делают, потому что реально вот просто попробуйте минуту не моргать. Это такая жесть вообще. Мне реально из-за этого хочется плакать, у меня прям глаза начинают сохнуть, я прям так вот прям хочется их захлопнуть побыстрее, побыстрее. Как они это делают, я вообще не понимаю. Может, воздух как-нибудь увлажняет. Либо снимают это каким-то хитрым образом, потому что с точки зрения работы с камерой есть очень интересная фишка. Вот сейчас я смотрю прямо на вас, то есть я смотрю на точку объектива. Если посмотрите, вот эта вот маленькая точечка вот здесь вот по центру, это то, куда я постоянно смотрю, чтобы общаться с вами напрямую. Потому что если я, допустим, вот как сейчас отвлекаюсь, куда-то смотрю в другую сторону, это воспринимается нормально. Но если я, например, буду смотреть на стену, которая за камерой, это будет выглядеть немножко как-то отстраненно, что ли. Просто зацените. То есть вот сейчас вот я смотрю не в объектив, а прям сбиваюсь, я не могу, привык уже, короче. Да, то есть сейчас, короче, фокусируюсь на стену и смотрю на стену сквозь камеру. Поехали. Таким вот образом получается, когда я смотрю именно на стену, а не на объектив, прям вот ту же самую точку, только фокусирую свой взгляд за камеру. И это выглядит немножко крипово. Ну и, соответственно, зацените, каким образом работа вот эта вот с камерой, именно когда они все вместе смотрят в объектив, выглядит в кадре. Как я вам уже говорил, во многих их клипах заложена какая-то история, которую вы будете вспоминать, слыша эту песню. Ну и там фишка в том, что они приезжают в подпольное казино, начинают там люто дэнсить и лич, они все одевают очки, чтобы, видимо, он на них не влиял, все такие залипают, короче, и они забирают деньги и увозят. Типа банда такая у них. Вот. И в какой-то момент они пересекаются с такой же бандой, в таком же подпольном казино. Ну и это, короче, приводит к такому, знаете, дэнс-поединку, что на самом деле ожидаемо и с точки зрения сюжета очень прикольно. Зацените, как это выглядело, когда они пытались друг друга перетанцевать. Ну и я не могу просто так оставить без внимания лунную походку в исполнении Ильича. Естественно, из-за этого поединка у них план крушится и вызывается охрана, приезжают полицейские одетые, вот эта американская такая форма, нью-йоркская, да, и, короче, их, естественно, собираются арестовать, они такие, типа, переглядываются и решают, короче, вместе ответить и, собственно, таким образом все это дело заканчивается. Они, типа, гипнотизируют всех и спокойно вот этой вот бандой уходят. Фишка в том, что как раз именно это вы и будете вспоминать, вот эту вот историю вы будете думать, а что же будет дальше? А как вообще у них там сложится сюжет, в принципе, вот эта сама история? Именно об этом я вам и говорю, когда говорю, что в музыке должна быть какая-то легенда внутри заложена, а не прямым текстом сказано, вот как я вам уже неоднократно говорил, что-то типа, я хороший, а ты плохой, банан велик, а шкурка еще больше. Да, то есть, ну, вы понимаете, я думаю, о чем я говорю, ну, кто понимает. Очень жаль, если кто-то вот этого вот простого, элементарной такой вот вещи, если кто-то не понимает, очень реально жаль. И зацените последний фрагментик. Я думаю, вы и так понимаете, что с точки зрения вокала у Little Big особо разбирать нечего, поэтому обязательно напишите мне в комментариях, каких артистов вы хотели бы увидеть в подобной рубрике на следующей неделе. Может быть, сделаем прям целый пак там из трех-пяти артистов. Обязательно подписывайтесь на мой влоговый канал, на канал моей группы FIM. Все ссылочки есть в описании. И давайте увидимся на следующей неделе. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok